Артистам место у театра, политикам у политики. Вот я такого мнения продерживаюсь. Один самостоятельно тянет на украинского народа, а другой будет выполнять задания человека, который тоже нацелен на то, чтобы максимально вытянуть с украинского народа пененца. Кто их знает? По мне, так, пускай был Лучезеленский, а вообще бы лучше сделал бы, как Путин сделал. Миллионеров к власти не допускать. Вот такие дела. Так что, я думаю, лучше Лучезеленский. Что Порошенко? Войну организовал, и вор, говорят, он страшный. С Порошенко ничего хорошего не было. Ну, что мы собрали, и визитами обменивались. Наш батька всех любит, и Порошенко, я думаю, Лучезеленский будет любить. Лучезеленский выглядит интересным, но мне кажется, что отношения могут ухудшиться между странами, если Лучезеленский все-таки победит. А чему? Ну, потому что он такой довольно новомодный, радикальный, с новыми устремлениями. По национальности кто, и кто по труду? Кто он? Он актер. Актер, да? Шоумен. Шоумен. Нет, я бы не хотела, чтобы возглавлял страну шоумен. Лучше кто-то так, приземленнее. Инженер, врач. Лучше всего врач. Про Порошенко уже и говорить нечего. Он свое уже отслужил, отработал. Обманул народ на пять лет, и все, и с него ничего, надо менять. Я недавно приехала с Украины, была в Днепропетровске, у меня там сестра. Все народы, все против Порошенко. А что Зеленский даст для Беларуси? Зеленский обещает прекратить войну. А для Беларуси? Ну, я думаю, что мы будем партнерами. Надо со старым уже как-то попрощаться. С прошлым старым. А что было, дрэнда для Беларуси? Ну, не знаю, вам виднее. Я вообще-то не из Беларуси, я из Литвы. У нас тоже, кстати, меняется скоро президент. Так что, и там новые, и тут новые. Все надеются на новое лучшее. А нам-то это зачем? Ну, свой президент есть, поэтому мы этим довольны.